Ульяновские парламентарии приняли ряд изменений в законодательные акты. Прежде всего изменения ждут ульяновские транспортные службы. В связи с принятием в 2022 году федерального закона о такси региональное законодательство приводят в соответствие. Теперь регионом будет регулироваться выдача разрешений на перевозки пассажиров. В частности, правительство Ульяновской области будет отделено правом формировать порядок и условия выдачи разрешений на деятельность в сфере пассажирских перевозок. Легковым такси будет устанавливаться срок его действия, порядок аннулирования, возобновления. Также будет сформировано три реестра водителей, автомобилей и службы заказов, которые позволят контролировать деятельность по перевозке пассажиров, налоговые отчисления и соблюдение трудового законодательства. Регистрация для всех агрегаторов будет обязательной. Существенные изменения ждут и льготников, которые арендуют земельные участки. Благодаря изменениям в законодательстве они смогут получить эти площади в собственность. Получить в собственность участок нужно будет, учитывая определенные нормы установленных законодательств. То есть, объясню, если в аренду был взят участок, к примеру, 30 соток, то в собственность можно будет получить 8-10 соток, то есть установленные муниципалитетом ограничения. Кроме того, мера господдержки продолжат получать и ульяновские предприятия. В условиях внешнего санкционного давления для некоторых организаций, зачисляющих налоги в областной бюджет, будут действовать пониженные налоговые ставки на прибыль. Результативность принятых законопроектов растет с каждым годом. Общая бюджетная эффективность предоставления налоговых льгот организаций, которые реализовали эти проекты, составила 1,95. По итогам 2022 года эффективность 2,73. То есть на 1 рубль льгот приходится в бюджет 2,73 рубля отчислений. По итогам 2023 года мы ожидаем эффективность на уровне 3. Также на повестке заседания были изменения в законодательстве по обращению с животными без владельцев социальной политики.